Всем привет! Меня зовут Александра Шенкевич, и вы на моем канале YouTube. Сегодня я подготовила комплекс упражнений для осанки. Этот комплекс подойдет тем, кто замечает за собой, что начинает сутулиться. Подойдет тем, кто чувствует напряжение в шейно-воротниковой зоне, и голова уже от сутулости начинает выдвигаться вперед, и появляется второй подбородок. Если у вас слабый живот, но вы стройное, а живот выпячивается, возможно, здесь нужно поработать тоже именно с осанкой, и осанка решит ваш вопрос с телом. Если замечаете, что у вас чрезмерный прогиб в поясничном отделе позвоночника гиперлордоз, или просто напряжена поясница, и зажатые тазобедренные суставы, которые не позволяют вам двигаться свободно и легко, этот комплекс как раз и для вас. И улучшение осанки и укрепление мышц спины вам как раз нужны. Прежде чем мы начнем, хочу попросить вас подписаться на мой инстаграм. Там я делюсь полезной информацией, последней информацией о фитнесе. Отвечаю на ваши вопросы более развернуто, общаюсь с вами более близко. В последнее время я в инстаграм рассказываю именно про осанку, про укрепление мышц спины, кора. Рассказываю про то, что влияет на осанку и какие взаимосвязи есть, например, с стопой и осанкой, с животом и осанкой, с нашей диафрагмой и осанкой, с нашим лицом, молодостью лица и осанкой. Поэтому присоединяйтесь, у меня интересно. Итак, мы сегодня начнем в положении сидя, скрестив ноги перед собой. Если вам будет неудобно так сидеть, то можно сесть на возвышенность примерно 5-10 сантиметров. Можно подложить блок для йоги под ягодицы или подушечку. Выравниваемся в спине, макушкой тянемся вверх, сидим на седалищных костях. Вы должны четко ощущать, что вы сидите именно на седалищных буграх. Итак, спина прямая, через стороны мы поднимаем руки наверх, вдох, через стороны выдох, глубокий, длинный, рисуя большой-большой круг руками вдох. И через стороны выдох. Поднимаем руки, вдох, тянемся ими наверх, выдох через стороны вниз. И еще один раз, вдох, мы с вами опускаемся в боковой наклон, ставим руку чуть дальше, отталкиваемся от коврика и тянемся за верхней рукой. На вдохе вверх, с выдохом опускаем руку чуть дальше, отталкиваемся от коврика, то есть хотим коврик отодвинуть от себя и накрываем себя второй рукой. Вдох наверх, с выдохом боковой наклон, наверх вдох и выдох, вторая рука, прекрасно. Вдох наверх, выдох и еще один вдох, боковой наклон, выдох. Отлично, делаем вдох, боковой наклон вправо, выдох, поднимаемся вверх, раскрываем грудную клетку, вдох. И на выдохе, отталкиваясь от коврика, закрываемся, округляем спину, прячем грудину в себя, тянемся вниз, голову опускаем. Вдох, снова открываемся, смотрим вверх, на выдохе оттолкнуться, опорной рукой от коврика, округлиться в спине, при этом мы с вами сидим на седалищных буграх. Вдох, не отрываем ягодицы от коврика, выдох, еще один вдох, открываемся, выдох. Последний раз, вдох, выдох, прекрасно. Поднимаемся наверх, выравниваем спину, вдох, на выдохе в другую сторону, оттолкнуться, упираемся в коврик рукой, вдох, открываемся вверх, смотрим в потолок, выдох. Круглая спина, группировка, ягодицы прижаты, грудину в себя, вдох, продолжаем, открываемся, выдох. Еще два раза, вдох, открыться, выдох. И последний раз, вдох, открываемся, выдох. Отлично, две руки наверх, вдох, и на выдохе опускаем руки через стороны. Мы с вами уберем левую ногу в Z-set назад и продолжим наклоняться вправо. Поднимаем руки наверх, вдох, на выдохе боковой наклон, открываемся, наверх, вдох. На выдохе закроемся, круглая спина, оттолкнитесь опорной рукой, вдох, открыться, выдох, круглая спина. Стараемся левую ягодицу тянуть в коврику, выдох. Еще один раз, вдох, открываемся, выдох. Вдох, открываемся, выдох, остаемся, захватите колено рукой и удлиняясь наверх, вдох, прогиб спины, грудину тянем вперед, показываемся макушкой вверх, выдох, круглая спина, уходим назад, прячем голову в наклон. Удлинение снова, вдох, растянуть себя, пройти грудиной вперед, расширить ключицы в стороны. Круглая спина, выдох, прячем, таз двигается, старайтесь больше движения давать именно в позвоночник, вдох, выдох, округляемся в спине. По самой большой амплитуде двигаемся на удлинение через макушку, вдох, и круглая спина, выдох, прекрасно. На вдохе растем вверх, нам нужно с вами здесь остаться, опускаем руки вперед вдоль коврика и двигаемся с помощью упоров рук. Тянем коврик на себя, вдох, отталкиваемся двумя руками, прячемся, выдох, вдох, снова потянуться макушкой наверх, круглая спина, выдох, и еще вдох, потянуться, удлиниться наверх, круглая спина, выдох, и последний раз вдох, круглая спина, выдох. Прекрасно, поднимаемся наверх через левую сторону, левую руку, вдох, и на выдохе возвращаемся в положение сидя. Давайте поменяем ноги, левая к себе, правая от себя, мы с вами опускаемся вниз, закрываемся рукой сверху, оттолкнитесь левой рукой от коврика, вдох, смотрим вверх, выдох, круглая спина, округляемся, отталкиваем себе рукой от коврика, группируемся, да, то есть нам нужно округлиться максимально, выдох, голову вниз, открыться, вдох, закрыться, выдох, еще один раз, вдох, и выдох. Руку ставим, удлинение, вдох, макушкой растем, как будто выныриваем откуда-то, вдох, выдох, круглая спина, отталкиваемся двумя руками, упираясь в коврик, вдох, удлинение, снова растем, шея длинная, выдох. И еще вдох, удлинение, круглая спина, выдох, прекрасно, еще один раз, вдох, округляемся, выдох, прекрасно. И мы с вами поднимаемся за правой рукой, вдох, на выдохе растем вверх, мы с вами поднимаемся наверх, вдох, растем, опускаем плечи. И мы ноги будем сейчас менять снова, но уже работать именно с ногами. Что нам нужно сделать? Захватываем подвздошные бугры, Z-сет, левая сзади, правая спереди, и мы поднимаемся наверх левой подвздошной костью, ягодицей, и прижимаем вниз. Снова наверх, вниз, улучшаем подвижность тазобедренных суставов, которые часто очень сильно зажаты, мышцы укорочены из-за сидячего образа жизни, и доставляет такой дискомфорт, что нет свободы движения, мы нелегко двигаемся, а не можем разогнуть ногу полноценно до конца, это доставляет дискомфорт. Вот с этим сейчас мы с вами и поработаем. Прижимаем ягодицу к коврику, и на вдохе стараемся подняться вверх, подтолкнуть таз вперед, поджать хвостик, почувствовать растяжение паховой области, выдох, садимся вниз. Руки раскрываем, вдох, таз толкаем вперед, выдох, и еще вдох, оттолкнуться, выдох. И последний раз, вдох, выдох, поднимаемся наверх, вдох, на выдохе опускаемся вниз вправо, тянемся за левой рукой, вдох, садимся вниз, выдох. Наверх вдох, боковый наклон, выдох, вдох, и на выдохе вниз. И еще вдох, выдох, вдох, выдох. Последний раз, вдох, боковой наклон, выдох, вдох, опускаемся вниз. Поменяем ноги, то же самое, только в другую сторону. Сначала у нас с вами движение в более мелкое, более точечное, именно тазобедренными суставами. Мы отрываем правую ягодицу от коврика, поднимаем таз, прижимаем, снова отрываем, прижимаем. Еще отрываем, прижимаем, прекрасно. Еще один раз, отлично. Руки перед собой на коленке, в опору встаем, вдох, таз вперед оттолкнуть, выдох, садимся. Еще наверх, вдох, выдох, наверх, вдох, выдох. Последний раз, вдох, будем добавлять, выдох. Поднимаемся вверх, вдох, боковой наклон, тянемся за рукой, таз вперед, выдох, вдох. И на выдохе садимся вниз, так, три раза еще. Вдох, боковой наклон, выдох, вдох, выдох, вниз. Два, вдох, боковой наклон, выдох, вдох, выдох, вниз. И один. Вдох. Боковой наклон. Выдох. Вдох. И выдох. Прекрасно. Мы с вами садимся вдоль коврика. Ноги согнуты в коленях. Ровная спина. Сделаем вдох. И на выдохе уходим назад. Отклоняемся круглой спиной. Проворачиваем таз назад. Седалищные кости ушли вперед. И круглой-круглой спиной уходим вниз в позвонок. За позвонком прижимаемся к коврику. Потянитесь за руками. Сделаем вдох. И на выдохе направляя руки в потолок. Постарайтесь сделать их расслабленными. То есть не тянуться за руками. Поднимаем голову. Отрываем грудной отдел позвоночника. Погружаем нижние ребра в живот. Круглой спиной поднимаемся. Удлиняемся, выравнивая себя. Вдох. И снова. Круглой спиной. Проворачивая таз назад. Плавно, медленно опускаемся вниз. Вдох. Если пока тяжело подняться наверх, мы захватываем или одну ногу, или две. И давим ногами в руки, чтобы себя поднять. Выпрямляемся. Вдох. На выдохе уходим назад. Круглой-круглой спиной. Плавно вниз. Вдох. На выдохе давим ногами в руки. И выравниваемся. Вдох. Круглой спиной. Начинаем именно движение с таза. Плавно опускаемся вниз. Вдох. И на выдохе. Наверх. Выравниваемся. Вдох. С выдохом полностью вниз. Опускаемся. Опускаем руки вниз. Вниз живота. На таз опустим. И начинаем движение в тазовых часов. То есть упражнение тазовые часы. Когда таз у нас перекатывается к опчику вниз. И к пояснице наверх. Представьте, что у нас в области таза сейчас циферблат часов. И двигаемся мы на цифру 6. И дальше через середину на цифру 12. Перекатываем таз вперед. На 6. На 12. Дыхание свободное. Можно руками не помогать. Можно оставить руки вдоль коврика, вдоль туловища на коврике. И перекатывать только таз. Если хорошо получается, продолжаем. Сильно вжимайте в коврик копчик, крестец. Чтобы почувствовать хорошую, четкую опору на таз. И дальше мы уменьшаем амплитуду движения. То есть все меньше двигаемся к копчику. Все меньше к пояснице. И медленно останавливаемся по середине крестца. Вот так, как вы это представляете, понимаете, воспринимаете как движение. Остановились. И дальше двигаемся вправо-влево. Начинаем прижимать правую ягодицу. Перекатываясь через середину левую. То есть опять же, если представить цифру блат, то это цифра 9 и цифра 3. И перекатываемся через серединку вправо-влево. Тем самым мы с вами и расслабляем с помощью этого упражнения мышцы поясницы. Улучшаем работу внутренних органов. Улучшаем подвижность тазобедренных суставов. Вот, кстати, с этим упражнением мы не раскачиваем вправо-влево ноги. Постарайтесь сделать так, чтобы наши бедра и колени смотрели в потолок. И постепенно замедляемся, уменьшаем амплитуду движений. Все меньше перекатываемся на правую ягодицу, все меньше на левую ягодицу. И постепенно будем останавливаться на попчике и крестце. Но не спешите, постарайтесь сделать это движение очень мягким, спокойным. Благодаря таким тонким движениям и тонким ощущениям, очень хорошо расслабляется поясничный отдел позвоночника. Улучшается подвижность тазобедренных суставов. Они раскрепощаются. И мы с вами останавливаемся на крестце. Сделаем вдох, на выдохе поднимем ноги наверх. Углы в коленях 90 градусов. Уже пришли в тонус наши мышцы живота, поперечная мышца. Старайтесь сохранить угол в колене 90, а не свисать стопами вниз. Делаем вдох и на выдохе опускаем ногу вниз к коврику. Стараемся дотянуться стопой до коврика. Но если при этом меняет положение свое поясница, она теряет свою стабильность, конечно, опускайте ногу на половину амплитуды. То есть подстраивайте движение под себя. Выдох вниз, вдох наверх. Выдох, опускаем вниз вторую ногу. И вдох наверх. При этом точка опоры остается крестец, который мы сейчас долго искали тазовыми часами. Благодаря тазовым часам очень хорошо, тактильно ощущается, что вот конкретно это точка опоры, крестец. И точка опоры, грудной отдел вместе с затылком. Если вам некомфортно лежать на затылке, подкладывайте маленькую, небольшую, мягкую подушечку под голову, чтобы шея оставалась вытянутой и расслабленной. Выдох в тонусе мышцы живота, наш кор работает. Вдох, выдох, вдох наверх, поднимаем ногу. Выдох, вдох наверх, выдох, вдох. Можно положить руки на низ живота, и тактильно будет легче ощущаться, что ваш кор крепкий, он не сдается, не прогибается наша поясница, она остается стабильной, вытянутой. Постарайтесь не вжимать поясницу в коврик, точка опоры у нас именно крестец, а не поясница. Продолжаем. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Отлично. Вдох, выдох. Дышим глубоко, спокойно, выдохи можно через рот, можно через нос, как вам удобно. Если пока неудобно подстраиваться под дыхание, то тогда ваша задача просто научиться дышать. Сочетать движение с дыханием, а не задерживать дыхание. Дышим глубоко, выдох вниз, вдох, выдох вниз, вдох. Руки можно вдоль тела положить под ягодицы и продолжать только ногами. Если вы справляетесь, можно ногу опустить, выпрямить параллельно к коврику. Если тяжело, конечно, оставляйте ногу согнутой и на весу. Сделаем вдох, захватим ноги под коленями, надавим ногами в руки. И вот с таким противодействием начинаем тянуться за ногами вверх. Садимся, выпрямляемся в спине. И нам нужно развернуться мягко, плавно на живот. Опускаемся вниз на живот. Нижние ребра наши опора. Кости таза опора и тыльная сторона стоп. Ноги вытянуты. Подтягиваем коленные чашечки, чтобы ноги остались сильными и вытянутыми. Кисти рук под плечи, локти направлены назад. Можно даже ладони поставить немножечко назад за плечи. Шея удлиняется. Смотрим вниз, нос на коврик. Стараемся вытянуть макушку вперед. Делаем вдох и на выдохе растем взглядом. Сопровождаем наше движение, направляя взгляд вперед на край коврика. И опускаемся вниз, вдох. Снова упираемся руками, помогаем себе удлиниться через шею, через макушку. Достаем шею из плеч. Представьте, что вы в воде и вы выныриваете из воды головой и плечами. И взгляд ваш идет по коврику, на край коврика. И дальше мы не должны смотреть с вами вперед на стену. Мы смотрим прямо перед собой. Делаем вдох, на выдохе снова наверх. Помогаем себе руками чуть приподняться. Вдох. Для начала поднимаемся невысоко. Анализируем, как чувствует себя поясница, как чувствует себя позвоночник. Есть ли перенапряжение. Если все хорошо, вы делаете движение на удлинение через макушку, на вытяжение и равномерно разгибаетесь в позвоночнике, будет все прекрасно. Если все-таки чувствуется напряжение в пояснице, например, значит это может означать скорее, что вы переразгибаетесь именно в поясничном отделе позвоночника. Нам нужно именно равномерно разгибание, начиная от шеи, переходим к грудному отделу и к пояснице. Делаем вдох, на выдохе наверх. Вдох, плавно вниз. Наши ноги остаются прижатыми к коврику. Вдох, на выдохе. Наверх. Отлично. Руки должны хорошо чувствоваться. Они помогают нам себя поднять. Выдох, вдох. Если все прекрасно, можно подниматься и выше, постепенно с каждым разом. Выдох, плечи вниз. Вдох, опускаемся. Снова наверх. Выдох. И вдох. И можно еще выше подняться. Опять же прислушиваемся к себе, к самому телу. Выдох, вытягиваем шею. Вдох. Не должно ощущаться перенапряжение в шейно-воротниковой зоне, потому что наши плечи опущены. Шея длинная. Вытягиваем шею, голову из плеч. И вдох. И когда мы поднимаемся вверх, постарайтесь потянуться грудиной вперед. Как будто у нас в солнечном сплетении. Сейчас фонарик светит. И мы хотим посвятить себе дорогу вперед. Выдох. Опускаемся вниз. Руки удлиняем, вытягиваем вперед. Точки опоры остались. Нижние ребра, кости таза. Взгляд вниз. И мы с вами, да, сохраняем шею вытянутой, плечи опущены. Надавите ладонями на пол. Делаем вдох. И на выдохе поднимаем правую руку, левая нога наверх. Сохраняем, меняем руку и ногу. Сохраняем стабильность нашего кора, стабильность наших точек опоры. Ну, кроме, конечно, стопы. Выдох. Поднимаем руку и ногу. Вдох. Выдох. Живот. Слегка подтянут вверх. То есть точки опоры животом мы с вами, да, не давим. Давим только ребрами нижними, чтобы опора была на косточки и на таз. Плечи опущены. Рука свободно поднимается вверх на ту высоту, на которую вы можете поднять. Возможно, я показываю сейчас слишком большую амплитуду. Продолжаем в своем темпе, в своей амплитуде. Поднимаем две руки и две ноги. Выдох. Опускаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Туловище остается стабильным. Мы поднимаем только руки и только ноги. Взгляд вниз, шея вытянута, макушка вперед. Выдох. Вдох. Опускаемся еще. Вдох. Вдох. Продолжаем. Вдох. Вдох. Отлично. Выдох. Вдох. Хорошо. Несколько раз еще делаем. В последний раз поднимаем выдох, вдох. И сейчас мы поднимем руки и ноги наверх. Стоп. Делаем вдох. Сгибаем руки в локтях. Назад. Выдох. Параллельно коврику. Вдох. Выдох. Вдох. Ноги держим на весу. Если тяжеловато, опускайте ноги вниз. И работаем только руками. Нос смотрит на коврик. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Только руки. Свободная. Хорошая амплитуда движений. Чувствуем работу, скольжение лопаток по спине. Вдох. Опускаем руки, ноги вниз. Отдыхаем. Отлично. Кисти рук под плечи. Отталкиваемся наверх. Поднимаемся. Садимся назад на пятки. Округляясь в спине. Расслабляем нашу спину. И делаем вдох на выдохе. Возвращаемся в положение на прямые руки и на колени через круглую спину. Запускаем движение от таза в прогиб назад. И садимся и возвращаемся на пятки. Делаем вдох на выдохе. Снова круглой спиной. Растем наверх на руки. Растягиваем лопатки в стороны. Вдох. Прогибаемся назад. И садимся. Еще выдох наверх. Вдох вниз. Если опять же не получается подстроить дыхание под движение, ничего страшного, важно дышать. Продолжать дышать, а не задерживать дыхание. Потому что часто наблюдают такую картину, что просто задерживается дыхание, а движение продолжается. Вдох и на выдохе. Наверх. Круглой-круглой спиной и назад. Красивой волной уходим на пятки. Через круглую спину. Поднимаемся, сидя на пятках, наверх. Переходим в положение сидя. Ноги скрещиваем перед собой. Сидим на седалищных костях. Выравниваемся в спине. И поднимем через стороны руки наверх. Вдох. Через стороны рисуя большой круг руками. Выдох. Плечи опущены. Тянем руки в замке сзади. Старайтесь раскрыть, расширить грудную клетку. На вдохе отвести руки назад. На выдохе расслабиться. Еще вдох. Отводим руки назад. Тянем грудины вперед, расширяя ключи. Выдох. Расслабляемся. Вдох. Макушкой вверх. Оттолкнуться. И выдох. И последний раз. Через стороны руки наверх. Вдох. Через стороны вниз. Выдох. На этом все. Спасибо вам за такую замечательную тренировку. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И присоединяйтесь к другим тренировкам. Пока. Да, в конце видео я озвучивала уже дополнительно свою тренировку. Потому что у меня сел на съемки микрофон. Но я надеюсь, что было все понятно. И все выполнимо. Все. Всем пока.